Рекламно-информационная программа. Вот тема нашего сегодняшнего разворота. У нас есть серьезный, весомый информационный повод. Прямо сейчас в Кирове, в Кировской области собираются ведущие специалисты по племенной работе в связи с 15-м всероссийским конкурсом на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению крупного рогатого скота и первый всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров 2018. Только представьте себе, 61 регион, 350 специалистов. Сейчас разговаривали, даже их расселить сложно в таком количестве. А в гостях у нас небольшая ротация произошла. Гостей в студии. Фатма Дорисович Хайрулин, генеральный директор ассоциации сельхозкооперативов «Вятка Плен». Член общественной палаты Кировской области. Добрый день. И Виктор Анатольевич Михеев, директор агрофирмы «Пригородный Орловский район». Добрый день. А также Борис Анатольевич Ожегин, руководитель сельхозпредприятий имени Кирова из Оричи, с нами по-прежнему в студии. Да, мы и начнем с Бориса Анатольевича, потому что нужно будет отпустить после первого перерыва. Да, и мы немножко, наверное, недоговорили по самой сути селекционной работы, как она ведется, и есть ли специалисты у вас в хозяйстве. То есть насколько, у вас же племзавод, племзавод, насколько этот статус, он накладывает ответственность еще и на основное производство? Ну, суть племзавода действительно в том, что он должен быть на высоте всегда, и должны быть учебы проходить постоянные, какие-то новые новшества всегда должны вводиться. И ведь селекционная работа – это не только просто взять где-то, что-то перенять, но и надо самим прежде всего смотреть подбор. Вот сейчас идут новые направления, такие, как сексированное семя. Это значит, когда мы хотим, чтобы больше у нас рождалось телочек, потому что мясо идет плохо, оно у нас нерентабельное, у нас убыток идет мяса, а молоко все-таки, видите, идет рентабельное, так что мы хотим больше иметь телочек. Это сейчас работа идет над сексированным семям. Также идет работа по синхронизации, вот как раз это кадровая работа, синхронизация – это тогда, когда все расписано, чтобы меньше, так сказать, был человеческий фактор. Это когда уже у человека, у семинатора, кстати, задано все, что он должен делать, во сколько он прийти, во сколько уйти, когда коров поставить, когда все это за него должен сделать компьютер. Все, а не сам человек, не сам семинатор, когда захотел, покрыл, когда она загуляла, например, корова, он ее покрывает. А нет, она пусть даже гуляет, но если компьютер выдает в такое-то время, она должна работать уже чисто по компьютеру. У нас уже сейчас другие методы работы, не как они были раньше, а все уже, чтобы человеческий фактор… То есть не по лунному календарю? Нет, все уже пошло, да. А по компьютерному расчету? Да, по компьютерному расчету. Компьютер показал, если раньше могла она 50 дней уже покрывать, то компьютер должен сказать, что раньше 70, она его покрыть, эту корову не может. У вас с кадрами проблем нет? Имеется в виду именно с зоотехниками, с селекционерами и с семинаторами? А семинаторы – это уже более рабочая профессия, а зоотехник – это специалист. Если так сказать, что кадров, кадров хватает, но, может быть, не все кадры, которые соответствуют своей должности. Современным требованиям? Современным требованиям, да, требованиям. Вот как раз мы и говорим, вот эти все, чтобы что-то нам начать новое, надо тут действительно и учиться где-то, и надо и самим учиться, и вот все это воспринимать правильно, и отдавать свои, может быть, и свободное время больше этому. Так вот кадров хватает, потому что все-таки у нас племзавод действительно, пригородное хозяйство, и зарплаты достаточно на высоком уровне. Я думаю, что это имеет свои минусы. Были бы вы дальше от областного центра, можно было бы и с меньшей зарплатой держать специалистов, нет? Ну, можно быть, по-разному тут пообсуждать, не во всех, вот практически этих же племзавод, ну, хозяйств в районных центрах осталось очень мало, потому что там кадров тоже держать очень сложно. Это в основном только мы держим за счет зарплаты, большой зарплаты, организации труда и так далее. Виктор Анатольевич, согласны? Так. Так у вас тоже на предприятии, расскажите немного о себе. Ну, мы входим в группу компаний Кировского молочного комбината. Молочный комбинат является одним из крупнейших производителей молока в России, входит в топ-20, занимая седьмое место. Предприятие создано в 2004 году, то есть мы бесконечно развиваемся, увеличиваем поголовье, ну, и культуру производства и так далее. — Вот то, о чем мы сейчас говорили о кадрах, о том, что кадры все-таки, мне кажется, что это любого бизнеса сейчас, к сожалению, касается, поскольку у нас когда и лесники были, да, и даже люди, у которых простые просто автомобильные мастерские и прочее, все жалуются на кадры, потому что то, что выпускает наше образовательное учреждение, очень сильно отстает от современных требований. Есть ли у вас дефицит в кадрах и удовлетворяет ли тех людей, которых вы приглашаете, уровень зарплат, уровень соцподдержки, например, и условия работы? — Ну, то, что касается передачи, вот в последние 4-5 лет у нас в зооветспециалистах прошла плавная смена поколений. На сегодняшний день у нас собраны зооветспециалисты, все им либо около 30 лет, либо чуть-чуть с небольшим 30 лет, то есть. — Это кировские люди или вот со всей страны приезжают? — В основном все кировские, то есть, ну, с области люди как бы. — А чем заманиваете к себе хозяйство? — Ну, вот то, что говорил Борис Ананиевич, мы являемся пригородным хозяйством, то есть у нас центральная усадьба — это город Орлов. Мы расположены на федеральной трассе, 40 минут езды до областного центра. — Удобная локация. — Да, это для молодежи на сегодняшний день, я считаю, что огромный плюс, огромный плюс, плюс заработная оплата, то есть, как бы, ну, ее всегда хочется, чтобы она была побольше, но мы пытаемся ее поддерживать на должном уровне. — А как-то и жилье вы обеспечиваете? — Да, для специалистов, ну, наша позиция такова, то есть, ну, производство, хозяйство у нас протяженно, то есть, специалисты все живут в городе Орлове, в районном центре, то есть, мы для них покупаем жилье, ремонтируем, привозим. — Люди у нас работают, мы вместе учимся, развиваемся. — Много средств приходится вкладывать в дополнительное обучение, и что значит «месте учимся»? Это работа на местах, или вы выезжаете по России, может быть, за рубеж для обучения? — Ну, за рубеж не ездим, по России на разные предприятия, да, выезжаем, как бы. — Фат Мудрисович, кадровая проблема — одна из основных проблем на предприятиях, на племзаводах? — На сегодняшний день, да, вот здесь два руководителя находятся, которые находятся в районных центрах, где есть социальные условия, где есть дороги, где есть детские сады, школы полноценные, то есть, не девять классов, где есть интернет, и, соответственно, у них проблема только одна. Им надо давать выше зарплату, чем в среднем в районе получают люди. В глухих, то есть подальше, отдалённость где-нибудь от райцентра порядка 60-70 километров, появляются кадровые проблемы, достаточно серьёзные. — Вчера мы ощутили по ветеринарам, сегодня мы чувствуем по зоотехникам, но перспектива у нас даже по счётным работникам. На сегодняшний день есть хозяйство... — Перспектива в голоде, да, вот кадрового? — Да. То есть, у нас получается так, что нет престижа кадров на селе. За счёт чего её создать? То есть, ясно, что это социальные условия. Наличие интернета, полноценной школы, детский сад, ФАП, дороги, спорт, культура. — А профильный ВОЗ выпускает достаточно специалистов? Достаточно было бы для покрытия потребностей? — Нет, на сегодняшний день специалистов недостаточно, они уже не заменяют в потоке. Если привести там средние цифры по возрастному цензу, то это уже за 50 зоотехников, ветеринаров. На сегодняшний день сельхозакадемия, я не хочу как-то критиковать их, вопрос в том, что на эти специальности не идут, нет престижа специальностей. На зоофаке его объединили с охотфаком, так бы сказать. И там всего одна группа зоотехников в количестве 10 человек на потоке. Что такое 10 человек, если наложить на область? — Из которых ещё не все пойдут работать. — Да, из которых не все пойдут, из которых там дальше готовят пчеловодов-товроведов, дальше готовят биологи-охотоведы. То есть, это уже не профильная зоотехническая такая стезя. — Этот вопрос завтра будет на совещании подниматься? — Его можно задавать, наверное, федеральным специалистам, как дополнительный вопрос, как в стране решить кадровый вопрос. — То есть, глобально нужно решать на федеральном уровне? — Это глобально, это престиж специальности, это уровень зарплаты. Если мы говорим, что в сельском хозяйстве сегодня 21,600 заработная плата, это порядка 80-82% от средней по Кировской области, то зоотехники получают гораздо выше. Я знаю хозяйство, я не буду их называть, где 60-70-80 тысяч рублей. — Это элита такая. — Это не элита, это отношение руководителя к данной проблеме. Он удерживает за счет выделения жилья, выделения всех благ, какие он может, чтобы завязать этого специалиста, если он достаточно стоит таких. — Фатман Дорисович, я смотрел вакансию. Там разброс зарплат для приглашаемых зоотехников в хозяйство в Кировской области. — От 15 до 20 вы сейчас скажете, да? — От 12 до 20. — От 12 до 11 тысяч. — Тоже верно, слабое хозяйство не могут такую зарплату дать, там и руководители не получают. Я говорю о племзаводах, о ведущих, которые держат сильных специалистов. Вот о чем идет речь. А есть хозяйства, которые на Линском районе, вот вчера приняли зоотехника с педобразованием. Есть у меня еще район, значит, там с торговым образованием. Как можно переучить на эту специальность понимание зоотехнических вопросов, когда непрофильное образование? — Мы должны будем отпустить просто Бориса Нанничева. Буквально одна минутка, Бориса Нанничева. Вот посмотрите, КМК и агрофермии пригородные удалось смену поколения обеспечить. Сейчас кадры составляют 30-летние. Это очень серьезный хороший резерв, да? У вас средний возраст какой? И стоит ли проблема вот как раз пенсионного и предпенсионного возраста? — Ну, опять-таки, так сказать, большой проблемы нет. Ну, проблема, она есть, но не такая большая, и я думаю, что на это решится. Мы тоже, действительно, тут надо смотреть на каждого выпускника. Если хотите, то чаще, может быть, встречаться, принимать их на практику. — Простить самим? — Да, у нас вот, например, для этого и созданы даже условия. У нас своя гостиница, например, для студентов сделана. Фитнес-зал построен, специально, чтобы они могли приехать. Сделаны и столовая, тут и магазин. Все в одном месте, в 100 метрах от этой гостиницы. — Это вы сами старались это сделать? — Конечно, все делаем сами, чтобы и доплатим. Вот стали доплачивать этим студентам. Не то, что просто он пришел там, практику отвел, ушел там без заплаты. Мы заставляем их, чтобы они работали побольше, ставим наставникам. Это уже сейчас, действительно, это все серьезно, на серьезном уровне. — Настоящая производственная практика. Прервемся буквально на полминуты. Мы здесь до эфира начали говорить как раз и о кадрах, и об инфраструктуре, которая обеспечивает, или вынуждены обеспечивать, или это такая позиция социальная предприятия, в том числе и дороги, в том числе и жилье. Мы продолжим об этом разговор после короткого перерыва. Продолжаем разговоры. Это программа «Разворот на бизнес». Мы говорим о племенной работе в Кировской области, о племзаводах и хозяйствах, о том, как они сейчас живут и чем они живут. Но мы договорились, в том числе и с Алексеем Котлячковым, министром сельского хозяйства Кировской области, что тему по кадрам возьмем отдельно, в отдельный большой разворот в октябре месяце. — И не только, наверное, по зоотехникам, ветеринарам. — Для сельского хозяйства, в целом возьмем, да? А сейчас нам хотелось поговорить о том, как живут сами хозяйства в разных их аспектах. Вот я сейчас заговорила до перерыва об инфраструктуре. Борис Ананич, который, Ожегин, который вот сейчас уже вышел, мы его отпустили, рассказал, что хозяйство само для того, чтобы привлекать специалистов, обеспечивать инфраструктуру, да, строить гостиницы, магазин рядом, спортзал, фитнес-зал рядом. А вы говорили еще, Фат Мударисович, что сами и дороги прокладывают хозяйство. Это вынужденная мера. — Ну, по программам он никак не входит в финансирование, соответственно, он вынужден сам даже в поселках Оричи делать дороги. Я не говорю уже о том, что которые подальше от райцентров, они вынуждены грейдировать, они вынуждены зимой очищать снег. То есть дороуправление районное, они всегда успевают, потому что молоко надо везти утром, школьников надо везти утром, ходить, село просыпается рано, а дорожное управление районное не может сразу с утратом охватить весь район. Тут проблемы, они комплексные. — И это все ложится с затратами на хозяйство? — Они ложатся с затратами на хозяйство, а хозяйство некоторые пытаются предъявить дороуправлением, и там уже внутренняя договоренность. — Виктор Анатольевич, в инфраструктуру вкладываетесь? — В большей степени подъезды к животноводческим фермам, поддержки местных инициатив, мы всегда участвовали. — По ПМИ? — Да, да, да. Всегда участвовали, помогаем по возможности школам, домам, культурам, где расположены наши производства. — Фатма Дорисович, я тоже смотрел список наших плен-совхозов, плен-заводов, которые занимаются селекционной работой. Мне показалось, что их немало для Кировской области. — А Фатма Дорисович сказал, что становится меньше. — Нет, я не говорил, что становится меньше. — Объективно хотелось бы услышать позицию вашу, достаточно ли их, и самый главный вопрос, для чего они создавались. — То есть это же обычный совхоз, колхоз, который получает это звание. — Плем-завод, плем-хозяйство. — Это дополнительный источник финансирования в виде субсидий от государства, или это какое-то... — Просто поведение такое. Что не колхоз, то плем-завод. — Нет, там есть еще промежуточный плем-репродуктор. То есть прежде чем получить какой-то статус, надо наладить учет животных, надо иметь специалистов, надо этот учет на протечение пяти лет сдавать в Минсельхоз федеральный. — То есть это затраты? — А для чего они не существуют? — Это обучение, это затраты, это... — Хозяйство. — Нет, вот если мы сейчас возьмем две цифры буквально. Средний надой в прошлом году Кировской области 7,161. — С коровы. — От коровы. По России 5,660. — Нормально. — Он характеризует отношение наше к животноводству и к средней цифре. — А я еще одну назову. В 2000 году средний надой был, 2526 по области. Посмотрите, в три почти раза выросло за 18 лет. — До меня Алексей Алексеевич говорил, за счет чего это выросло. Это именно комплексный подход и к племенной работе, и к кормлению. То есть кормление животных в продуктивности составляет порядка 60%. — Я правильно понимаю, что руководители хозяйств просто поняли, что без этой работы экономики не будет? — Без комплексной работы. Давайте будем говорить. Без комплексной. Товарное хозяйство на сегодняшний день дотации от области и от федерального министерства не получают. При получении статуса, а там достаточно много требований, очень много, и комплексная проверка этого хозяйства идет. Не только там статус самих животных, какие помещения находятся они. Даже чтобы дать статус плем предприятия, плем репродуктора или плем завода, руководители смотрят даже состояние конторы. А можно ли ему давать? Вот с такой покосившейся конторой... — Тогда я не совсем понимаю. Ведь можно заниматься этой работой, не беря на себя статус, и лишнее обременение еще и финансовое. — А какое финансовое? Это дополнительно финансирование ведется с бюджета. — А, все-таки бюджет помогает. — Бюджет помогает. — То есть есть... — Каждый год по-разному, если плем заводы в среднем с федерального бюджета могут до 5 тысяч на голову в год, плем репродуктор до 3. Но каждый год варьирует в зависимости от бюджета. — То есть интерес финансовый есть? — Финансовый интерес есть. Если заниматься этой, продуктивность вырастает. Комплексная, когда занимаешься комплексная... Ну, я так скажу, если так вот разделить, чем надо заниматься, продуктивностью, экономикой, процентов 50. 30 — это здоровье животных, чтобы данная корова прослужила максимально дольше. Если мы ее вырастим, завтра увезем на мясокомбинат, дальше мы молока не будем получать. Ну и 20% — это, ну, наверное, как выглядит экстерьер животного. То есть, ну, плохо выглядишь корова, она не может дать много молока. — Виктор Анатольевич, скажите, пожалуйста, агрофирма «Пригранная» имеет свое племхозяйство? Как вы называетесь? Племзавод? Плем что? — Племрепродуктор. — Вы племрепродуктор. Этот статус, продолжая мысль Олега, этот статус вы приобретали в связи с тем, что заработала федеральная программа или у вас какие-то самостоятельные были планы? — Мы статус этот... Мы поняли, что свое производство и культуру производства и специалистов, да, интеллектуальный уровень специалистов мы подвели к тому, что мы соответствуем требованиям для племрепродуктора, после чего мы сделали заявку. — Это какой год был? — В 2012 году мы получили племрепродуктор. — В прошлый год мы подтверждение делали, племрепродуктор. — Еще и подтверждать нужно. — Ну, через 5 лет же. — Через каждые 5 лет подтверждение. — Вот мы это поняли, подали заявку, да, то есть нас, что сказал Фаат Мадалисович, нас со всех сторон посвятили, как бы, да, то есть и после этого мы получили статус племрепродуктор. — А насколько серьезная финансовая поддержка для вашего хозяйства? То есть насколько это облегчило вам жизнь? — Она, как бы, каждый год разная, да, то есть от состояния бюджета, как бы... — Регионального. — Да, регионального, ну и федерального, в том числе. — Федерального. — В том числе, то есть, как бы, дают субсидии на содержание племенного скота одной головы, то есть... — Это только племенной скот? — Да, ну, так у нас же он весь племенной, как... — И он весь считается, да? — Да, то есть... — Начиная... — Нет, нет, на голову дойного стада. — Дойного стада. — То есть шлейф не считается. — И еще, как бы, оно для нас дает же возможность, мы по правилам и требованиям должны продавать 10% нителей, то есть это, соответственно, дополнительная цена при реализации, если... Ну, мы увеличиваем постоянно по голове, то есть мы его не продаем, а те, кто продает, это же дополнительные деньги. — То есть можно просто увеличивать на 10% ежегодно, можно продавать 10%? — Да, то есть... — Это недавно принято, еще в закон даже не внесено, вот это, о чем как раз он сказал, что увеличение по голове считается племпродажей. Мы долго за это боролись. — Это правильно. — Это правильно. У нас еще был Тангиз Григорьевич Джапаридзе, я ему еще доказывал, это тот человек, который закон о племенном деле подписывал в 95-м году. Очень сильный специалист, вот как раз у нас сегодня приехал сейчас Харон Надеевич Амирханов, это тоже и академик, и доктор наук, и специалист на самом деле от практики. То есть вот таких специалистов, зайдя на ферму, ничего нельзя скрыть. Я несколько раз видел, как он, будучи в большом статусе чиновника, снимал одежду, прыгал под корову и говорил, вот какое время мы должны добиться. И после этого наши руководители и простые специалисты, вот видя, какой уровень, и что он говорит, и что он делает, это авторитет был неимоверный у этого человека. — Ваш статус, ваш статус вы собираетесь как-то менять, потому что плем-репродуктор, дальше плем-завод, они чем-то отличаются? — Ну, плем-заводу требования пожёстче. — А какие тогда преференции у плем-завода перед плем-репродуктором? — Статус, мы всегда хотим двигаться вперёд, подниматься. — Только статус или всё-таки деньги тоже? — Дополнительная дотация. — И дотации побольше. — Но не каждый руководитель плем-репродуктора хочет получить статус плем-завода, потому что требования гораздо выше, и он говорит, ну вот просто замучивает из-за этой разницы. — А там те же 10% нужно реализовывать? — Там 10%, понимаете, там даже рекомендовано ещё и покупать. Ну как плем-завод может купить у плем-репродуктора? Он не может, соответственно, он должен смотреть, где приобрести у плем-завода такого же. — Там много и ветеринарных проблем много. Вот плем-репродуктор он может купить у плем-завода, и уподобие себе плем-репродуктора. Но покупая с разных мест, вы можете получить ветеринарную проблему. Что вы завозите? — Но вы в то же время смешиваете разные... — Оздоравливаете, ты хочешь сказать? — Оздоравливаете генетически, наверное? — Нет, это происходит при увеличении поголовья. Каждый хочет увеличить поголовье, чтобы получить больше молока, больше получить субсидии. Далее, плем-продажа, она сильно отличается, то, что товарное хозяйство везёт на мясокомбинат, цена, от того, что плем-предприятие продаёт свой скот. Порядка, ну, так скромно скажу, в два с половиной раза за килограмм. — Прервёмся на полторы минуты. Хотела сказать, на полтора часа, а то посидим, побеседуем. На полторы минуты и продолжим разговор. Напоминаю, что в Кирове прямо сейчас происходит очень серьёзное мероприятие. Первый всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди зоотехников-селекционеров. Пятнадцатый всероссийский конкурс на лучшего по профессии среди операторов по искусственному осеменению. Приезжают очень высокие гости, специалисты со всей страны именно в Кировскую область. И вот всё-таки хотелось бы поговорить о том, что происходит с плем-хозяйствами вообще. В принципе, увеличивается, уменьшается их количество. Тенденция, понятно ли, вот этот миллион литров молока за счёт кого будет производиться? За счёт крупных, за счёт мелких предприятий? И как в Кировской области координируется эта работа? Потому что Кировская область уникальна, да, как мы узнали. И как раз по количеству племенного поголовья 80%. Немало. Не передовики, но немало. Прервимся. От кого и от чего зависит 9% в РП области? Мы говорим о плем-хозяйствах нашего региона. И вот сейчас хотелось бы общую всё-таки вот такую. Мы не нарисовали всё-таки общую картину. Сколько у нас этих плем-хозяйств, да? И чем они принципиально отличаются? И есть ли вымирающие хозяйства, которые на грани, например, разорения? Или, например, по каким-то причинам, может быть, у нас разрастаются и становятся такие крупные хозяйства, которые вытесняют мелкие... Которые строят мегафермы, как ты сказала. Как я сказала, мегафермы. Хотя меня-то Алексей Алексеевич поправил насчёт мегаферм. Но у меня есть ощущение, что именно мегафермы сейчас появляются. Нет, мегафермы — это точечное строительство. Мы в каждом хозяйстве... В каждом хозяйстве строятся, реконструируются отдельные фермы на 400, на 500 голов, на 200 даже есть. А мегафермы — это вот в голом поле на 3000, на 1200. Это такие большие финансовые вложения, возможности, соответственно, экономический расчёт. Вопрос в том, что наращивать производство нам всегда надо думать, чтобы нарастить переработку внутри области. Нельзя сырьём вывозить. На сегодняшний день мы получили такое, что порядка 660 тонн ежедневно мы вывозим за пределы и получили цену 17-18 рублей. — Половина получается. Чуть меньше половины. Или половина примерно всего молока. — Чуть меньше половины. Но цену мы получили на сегодняшний день 17-18 рублей за килограмм. Это вывозят среднее и слабое хозяйство, которое не сильно развитое. Соответственно, экономика в этих хозяйствах не сращивается. При себестоимости 19 рублей, если вы вывезете на сегодня 18, то из каждого литра минус 1 рубль. Если перспектива завтра, было бы производство, переработка на территорию области, правильно, и министерство наше региональное занимается этим вопросом. Вот вопрос-то в чём. — Вот сейчас на сайте правительства 24 августа новость. В Святских полянах построят молокозавод к концу 2019 года. Стоимость проекта 120 миллионов рублей. — Что такое 120 миллионов? — Это стоимость детского садика. — Вы сами ответили. Проектная переработка, наверное, порядка 100 тонн в день. Это не выход. Это предприятие, строящее мегаферму, делает под себя переработку. — Ну там же и мегаферма строится. — Нет, она строится в Малышском районе. — В Малышском районе. — Да, проектируется. Так что вот это предприятие сразу... — Под конкретную ферму. — Они пробуют законченный цикл производства. Я не удивлюсь, если они эту продукцию будут вывозить на территорию, где они базируются сами, непосредственно головной. — В Коми. — Вот, пожалуйста. — Инвестор Комяцкина, извините, инвестор из Коми. — Из Коми называется. — Да, сейчас меня все бюджетели Коми уже вздрогнули за такое. — Которые слушают эхо Москвы. — Да-да-да, совершенно верно. Да. Так что у нас с хозяйствами-то всё-таки? Умирает ли мелкие хозяйства? Выживает ли они в связи с тем, что... — Нет, с сегодняшними ценами на молоко мы даже у губернатора встречались, там были такие позывы, что мелких должны забрать крупные, но насколько они нужны данной территории крупным хозяйствам? Им нужно производство, но не социальная структура. Вот вопрос в чём. Если мы говорим о развитии сельских территорий, надо обратить внимание, что надо развивать территории там, где есть производство, переработка, независимо лесная, сельскохозяйственная, ещё какая-то. А развивать там, где нет производства, строить ФАП экономически нецелесообразно. — То есть сейчас вы, ФАП, Мударисович, вот о чём говорите. Что когда мы говорим об экономике, о предприятии, о бизнесе, мы должны в сращении с этим сразу же говорить о социальной среде, которая предоставляется людям, которые там живут. — Я думаю, что в городе просто об этом речь не идёт, потому что здесь уже условия созданы, и создавай просто производство, и люди придут, да, давай им зарплату. А в сельской местности ты так или иначе являешься градообразующим предприятием, и ты либо создаёшь эту инфраструктуру, либо у тебя работников не будет. — На сегодняшний день, на самом деле, пожелание, чтобы не закрывать имеющую социальную структуру. Недавно мы ходили к министру образования по вопросу в Каныпе сделать полноценную школу. Сегодня 9 класс. — Канып это где? — Кировский район. — Производство развивается. На сегодняшний день получил статус племзавода. Значит, земли, вот в поисках дополнительно земли, чтобы обрабатывать, чтобы производство нарастить. Соответственно, растёт налогооблагаемая база. Всё есть. И детский сад хороший, школа. Мы делали выездное заседание общественной палаты нашей комиссии, приглашали с правительства все структуры, то есть это образование, культура, ну, все по спорту. И там пришли к этой мысли, что перспектива данной территории есть, вот её надо развивать. Проблема вечная в кадрах, тоже проблема. Хотя специалистам зооведслужбы он сразу даёт жильё, даёт зарплату достаточную. Я не буду сейчас в цифрах говорить, потому что это прерогатива руководителя хозяйства. То есть проблема развития вот данной территории, она существует. И, наверное, необходима поддержка, когда на местах хотят делать затраты даже помимо налогообложения на социальную сферу, необходима поддержка власти. Люди, которые работают на таких предприятиях, мы сейчас говорим конкретно, да, об агрофирмах, племзаводах, они должны иметь современные условия проживания. Естественно. Современные условия проживания. Виктор Анатольевич, я сейчас к Виктору Михееву обращаюсь, директор агрофирмы «Пригородная», представители Кировского молочного комбината. Вот мы ещё, когда разговаривали в прежние времена с Василием Сураевым, он говорил как раз о том, как развивается Кировский молочный комбинат, когда выкупались там предприятия, когда как раз развивались агрофермы, когда увеличивалось количество там молока производимого. И тогда тоже о переработке говорили, кстати говоря, да. У Вас есть свои перерабатывающие мощности. Меня интересует вот какая история. Мы почему-то с тобой, Олег, совершенно её не затронули ни в одном из этих наших часов. Конкуренция между хозяйствами. Конкуренция между нашими хозяйствами, производителями молока, племзаводами и прочее. — Не по молоку, ты имеешь в виду, по как раз молоденьку, который должны продавать. — Они так или иначе все связаны. Вот эта конкуренция между хозяйствами, они комплексные уже, большинство из них хозяйства, да. Эта конкуренция нарастает, и она мешает бизнесу? Или какая-то возникает кооперация и усиливает Ваш бизнес? Что скажете? — То, что касается вот группы компаний молочного комбината, я думаю, что у нас конкуренции как таковой, я думаю, что с точки зрения вот быстрейшего развития, да, то есть одна агрофирма развиваться быстрее, другая потише, тут как бы… — Внутри вы имеете, внутренняя конкуренция? — Да, внутри, то есть внешняя конкуренция с точки зрения… — Нет, подожди, внутренняя конкуренция есть или нет? Или это как раз помогает хозяйству? — Ну, это на уровне внутреннего ощущения. — Соцсоревнования, да, да, то есть как раньше говорили соцсоревнования, да, то есть как бы… — Это просто рассматривает командный дух данного хозяйства. — То есть наоборот, Вы помогаете как бы друг другу вот такой тем, а внешняя конкуренция? — Ну, внешняя конкуренция. — Региональная, межрегиональная? Вот региональную давайте, вот растут сейчас хозяйства, новые фермы открываются, новые заводы строятся. — Ну, с точки… Я вот думаю, мое мнение только с точки зрения рабочей силы как бы. — Только с точки зрения Вы считаете рабочей силы, а Вы, Фатум Ларисович, согласны? — Я считаю, нет, не согласен. — Давайте. Три минуты у нас остается. — Значит, вопрос конкуренции — это технологическая конкуренция. Затраты на литр молока, то есть она в конкуренции, качество данной продукции, вот она конкуренция в чем. Если есть у нас хозяйство, где выработка на одного человека более трех миллионов, за ним трудно угнаться. Технологически он вырастает, то есть он строит дополнительные там мгновенное охлаждение молока с 36 до 4 градусов в течение там короткого времени. Соответственно, качество молока другое, и это молоко на рынке востребовано по более высокой цене. Это перспективы развития. Вот технологическая конкуренция, она есть. Слабое хозяйство, оно не может вложиться в технологию производства, соответственно, отстает. Вот. И цена на молоко у него ниже. Но и тем не менее, есть ведь внутренняя конкуренция. Вот появляется хозяйство, у которых цикл полный, как у КМК, оно у вас достаточно давно. Вот сейчас все равно на юге области тоже строятся фермы, сразу переработка. И есть масса хозяйств, которые зимой этого года не могли свое молоко никуда сбыть. Это разве не конкуренция? Это как раз-таки объем производства и качество молока. Если объем производства в хозяйстве 3-5 тонн, кому оно нужно? Извините, я очень грубо сейчас сказал. Оно обречено, это хозяйство? Оно обречено. То есть это хозяйство... У нас таких много сейчас? Я грубо скажу, это хозяйство служит как налогоплательщик, но не развивающая производство. У нас таких много сейчас? И они умрут или будут поддерживать? А какая программа будет принята? Региональная? Да. Интеграционная программа была, слабых хозяйств присоединяли крупным, дополнительно финансировали. А вы считаете, как эффективно? Эффективно развивать все территории. Поддерживать надо данное хозяйство, потому что там живут люди. Давайте не будем забывать, мы чем занимаемся? Бизнесом или и социальную сферу развиваем? Говорим мы про бизнес, но в сельскохозяйственном хозяйстве это не разделимая вещь. Если, как говорят, только бизнес, ничего личного, тогда эти предприятия обречены на исчезновение. А у нас как в регионе по факту сейчас? Только бизнес, ничего личного? Или все-таки комплексно подходит к развитию? Я думаю, все же сохраняется пока комплексный подход. Есть и в этих слабых хозяйствах команда, которая готова на сегодняшний день работать, производить продукцию и развиваться. Вопрос в какой-то помощи, не обязательно даже материальной. Я считаю, что региональные власти должны обратить внимание на переработку внутри области. И это сырье, чтобы с мелких предприятий не уходило за бесценок на другие территории. Но чтобы добавленная стоимость оставалась здесь. Организовать кооперацию предприятия, которое будет закупать молоко из мелких хозяйств? Вопрос в том, что по качеству оно разное. Технологии разные. Вот еще проблема. Конечно, проблема. Где-то можно делать сухое молоко, а где-то только разливать. Нет, почему? Я считаю, что надо строить солидное перерабатывающее предприятие. Вот на самом деле эта программа и Данон приглашает, и Вимбельдан. Построить свое предприятие здесь, на территории Кировской области. Переговоры идут? Дай Бог, чтобы это осуществилось. Спасибо. Завершаем разворот на бизнес. Мы сегодня говорили и о племенной работе в Кировской области, и о молоке его производстве, и о социальной сфере, которая нас сопровождает. О кадрах у нас будет отдельный эфир. Мы отложили. Отдельный эфир в октябре. Я хотел бы дополнить, что наше оригинальное министерство уже в течение двух лет занимается кадровой проблемой. И вот в Куменах открылся дополнительный факультет ветеринарии. Обустраиваются классы учебные и в сельхозакадемии, и в небольших техникумах, которые... Ну, там Ростсельмаш, еще какие-то дилеры по технике. Вот эта программа ведется, и я считаю, что это очень положительный такой эффект имеет. Подробнее об этом 10 октября. Благодарим наших гостей. Фат Хайрулин, генеральный директор ассоциации сельхозкооператива Фиат Коплем, членов общественной палаты Кировской области. Виктор Михеев, директор агрофирмы Пригородная. Это Орловский район, это Кировский молочный комбинат, холдинг. Олег Прохоренко, Светлана Занько. Всем доброго дня. Всего доброго. До свидания.